привет мужики чем продолжили мы дальше ковыряться с нашим режим в общем что мы сделали за это время так были у нас проблемы по этому по двигателю то есть даже спрашивали там какой-то стук посторонний топливная система у нас в общем разобрали мы форсунки наши из 4 2 стабильно не работали то есть иголки были по заклинившие вообще пробовал даже пассатижами вообще нас никак они ни туда ни сюда в общем полностью заклиненные поэтому сын съездил белгород купил эти комплект распылитель и поменяли вчера на стенде настроили все нормально сегодня все это установили запустили двигатель сейчас покажем вам работу а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приходилось мне так выгнать... Я, в общем, все переделал... Выровнял... Так вот... Все, теперь она у нас все нормально ходит... Все нормально... Газ все как положено работает... Все отлично... Так... Сын в Белгороде в резинотехнике купил вот такой патрубок на 60... Ну и, естественно, вот сделали сюда такое крепление... Из швеллера 60-го... Все установили... Тоже здесь же так же вот... Варили... Полуавтоматом вот так вот получилось... То есть сюда в планах... Циклон это сниму... Добавлю трубу... Ну, чтобы он был выше... Чтоб не так пыль захватывала... Мы это сделали... Так... По... Аккумулятору... То есть... Дружбан мне прислал... Ну, этот... Как сделана... Родная площадка у меня и не было, помните? Поэтому вот... По подобию заводской... Сделал такую площадку... То есть все, уже аккумулятор наш стоит... Единственное, еще хочу сделать сюда рамку... Чтоб аккумулятор... Все это можно было зафиксировать... Чтоб он не ездил по этому... Так... Дальше что? Писал там один подписчик мне... Типа что... Желательно сделать эти... Растяжки сюда такие... Раскосы... Ну, в общем... Я и сам об этом задумывался... Но все как-то руки не доходили... Вот... Установил сюда такие вот пластины... Все тут... Немножко мы его подбанкратили, так сказать... Разгрузили... Обрезали... По размеру... То есть здесь я уварил... Там... На болтах... Посадили... Вдруг... Если что-то надо будет нам снять... То есть там болтет крутили... Здесь... Чисто болгарочкой... Раз... Все... Ну, я думаю... Не придется... Пускай работает долго и... Надежно... То есть сейчас-ка мы... Ставим на место уже крыло... Ставим... На место... Колесо наше... И тогда уже будем разбираться с этим самым... С гидравликой... То есть у нас гидробака нашего... Ну, у нас родного нету гидробака... Поэтому сейчас будем разбираться с гидробаком... Будем с Т-40... Там я подгоняю его... Сейчас мы вам покажем... Так, ребятки... Вот гидробак я подготовил... С Т-40... То есть... Тут родной был... Патрубок на 20... Стал я уваривать сюда потоньше... А там был варен на этом... Вернее, уфаен... Латунью... Стал я уваривать... В общем, латунь... Все это кипит... Поэтому пришлось... Так вот я вырезал полностью... Все это... Сюда новую лотку врезал... Хоть варил... И варил вот... Такой сюда этот... Кстати, вот... С этих... Как его... С распылителей... Аспи... То есть алтайские и барнаульские... Распылители мы поставили... Ну, вроде довольны... Так... Далее что... Пришел нам радиатор... Вот совершенно новый... Вот такой... Ну, не будем мы вытаскивать... Потом, как будем устанавливать... Мы... Расскажем, покажем... Вот такой новый радиатор... Прислал мне его с нижнего Тагила Динар... В общем, номер Динара мы укажем в описании... Нормальный, адекватный человек... Который действительно согласился нам помочь... Я ему спросил... Ну как... Я давно с ним общаюсь... С этим человеком... Вот... Говорю... Динар, так и так... Нужен радиатор... Он говорит... Без вопросов... Я тебе помогу... То есть он мне... Все это выслал... Я, естественно, ему перевел денежку... То есть... Меня устроила цена... Качество и отношение самого человека... То есть никакого обмана, ничего... То есть если кому-то надо... Номер его Динара будет указан в описании под этим видео... Кому нужно... Какие-то запчасти обращайтесь... У него у человека адекватные цены... То есть он занимается как новыми запчастями... Так и разбирает... Ну раз занимается разборкой тракторов... Поэтому если что... Пишите человеку... Поможет... Кому надо... Так... Вот такие дела... Ну сейчас идем мы... Устанавливаем колесо... И ставим крыло... И будем заниматься гидравликой... Так... Погнали... Колдовался... Ну как лучше поступить... Ну в общем... Оставалось вот после этого... Ну в общем рамка была... На измельчитель... Ну измельчитель я ставить не буду... Потому что... Солома мне нужна... Вот... Поэтому... Убрал как говорится за ненадобностью... Ну и пустил его в дело... То есть вот... Вырезал вот так вот... Бал... Сюда посверлили... Установили... Ну что... Так что хочу сюда... Распорку... Уварить... Ну и потом же... Пойду делать дальше... Облицовываю... Все это закрыть... Культурно здесь решетку сделать... Вот... Купили вентилятор... Или не купил... Купил сын вентилятор... С веномарочки... Вот... Плюс заказал... Блок управления вентилятором... То есть там стоит реостат... Ну будет... Можно будет менять... Силу ветра... Ну то есть обороты вентилятора... И есть такая функция... Как реверс... То есть... Допустим... Можно... Чтобы вентилятор... Тянул через радиатор... И можно наоборот... Чтобы он толкал туда... То есть... Была функция выдува... Допустим... Будет забиваться... Если... Ну... Можно... Переключил... Выдул все это... Так... Верхний патрубок мы вот... Так примерно подогнали... Ну... Нижний еще... Так... В планах покуда... То есть... Все это мы патрубками так... Выведем... Соединим... Ну... Тут естественно... Поделаем распорки... Потом выхлопную... Будем... Лепить мы сюда... Его родную... Ну... Немножко переваривать... Естественно... Так... Дальше... Что... Компрессор мы установили... Как я говорил... Что... Друзья нам помогут... И это... Так мы получили... Так... Установили гидробак... Гидробак у меня родного не было... Поэтому... Установили мы... Как я говорил... Т-40... То есть... Сделали вот такой... Кронштейн сюда... Все это... На болтах прикрутили... Держится он довольно крепко... Хорошо... Все... То есть... Все... Запитали мы... Вот... От 10-го насоса... Были конечно у меня планы сделать... Сначала планы возникали у меня сделать... По заводу... Ну... То есть... Поставить заводскую облицовку... Но... Тогда у меня... До 2-я... Доступ... Хреновенький получается... Допустим... Для того... Если поставлю... Все... Эту заводскую... Сюда облицовку... То есть... Мне... Хреново мне будет... Допустим... Того же масла долить... В 2-я... Либо... Проверить уровень масла... Поэтому... Вот так... Я и поступил... Вот... Дальше... Чем мы занялись... Сюда... Решил... На воздухан... Добавить... Трубу... То есть... Была у меня вот такая труба... Жигулевский кардан... Поднял чуть выше... Чтобы... Ну... Как говорится... Тут пыль не так тянула... Под этого... Так... Решили проверить нашу гидравлику... Запустили комбайн... Все... Начала работать гидравлика... То есть... Попробовали мотовила... Поднимается... Но... Когда ставишь рычаг в нейтральное положение... Есть немножко просадка гидравлики... Ну так... Незаметная... Вот... Попробовали поднять жатку... Поднимаем... Она следом... Опускается... Поднимаем... Она опускается... Потом мой... Корифан... У которого тоже такой комбайн... Говорит... Посмотри... Гидрозамки... Сняли мы распред... Посмотрели... А там... Была вот такая вот... Неудача нас ожидала... Вчера поехали до токаря... Ну... Сами видите... Что там... Пластмассовые клапана... Эти... Гидрозамков... Ну... Решили мы сделать их из бронзы... Или не мы решили... А... Токарь говорит... Сейчас мы сделаем из бронзы... И все... Попробуем... В общем... Сделал он из бронзы... По подобию заводских также... Все... Мы сегодня... Мы с утра вот... Установили их... На место... Запустили комбайн... Проверили... Все держит... Идеально... Поэтому... Теперь... С гидравликой у нас практически все... А... Единственное... Трубка у нас шла на... Вариатор ходовой... То есть... Она лопнула... Поэтому... Теперь опять... Сын заберет ее... Заедет в гидравлику... Сделает... Новую... Установим... На вариатор... Ну... И тогда... В общем... Уже будем... Как говорится... Станцевать... Дальше... В общем... На данный момент... Сейчас... Он уедет... В город... Я займусь здесь... То есть... Потихоньку... Буду... Заниматься облицовкой... Вот... Сделаем облицовку... Все это... Ну... А потом уже... Плавно перейду... К рулевому... Потому что... Надо быть еще... Заняться рулевым... То есть... Тут гидравлика работает... Осталось только рулевое... И тогда уже... В принципе... Мы выходим на финишную прямую... Занимаемся электропроводкой... Ну... И... Можно сказать... Что комбайн наш будет... Полно боевым... То есть... Вот... Так у нас прошло... Этих... Две недели... Работать... Так... Плюс еще... Мой друг... Радик... Прислал мне... Подарок... Вот... Уже подарок этот мы установили... То есть... Вот она стоит... Светодиодная балка... Лупит... Конечно... Шикарно... Вот... Мы вам сейчас покажем... Мы ночью пробовали... Ну... Тут прямо во дворе мы трактор не запускали... Просто чисто открыли ворота... И проверили ночью... Вот... Смотрите как... Вот так вот она светит... Вообще шикарно... Мне понравилось... С таким... Конечно... Светом работать будет намного приятней... Сами понимаете... Света никогда много не бывает... Поэтому вот так вот... Ладно... На этом... Будем с вами прощаться... Всем пока... До новых встреч... Увидимся... Дальше... В следующих роликах... Все... Всем пока... Субтитры сделал DimaTorzok...